От порыва государства создать как можно больше рабочих мест, выдать сельчанам кредиты и переобучить каждого второго казахстанца, безусловно, веет благородством. Государство старается привить социальным аутсайдерам привычку усердно трудиться. В правительстве продолжают амбициозную программу Янгбек, которая должна решить проблему с занятостью населения, победить безработицу и стимулировать людей уходить в малый бизнес. На дорожную карту занятости выделены рекордные триллион тенге. Никогда прежде на эту программу не выделялась такая огромная сумма. Нехитрая арифметика говорит, что создание одного рабочего места стоит 4 миллиона тенге, но только 6% программ по трудоустройству предусматривает постоянные рабочие места, остальные 94% – временные. Не кажется ли, Иван, такая цена временных рабочих мест очень высокой? Зная уровень коррупции, уровень эффективности трат государственных средств, не лучше ли на эти средства поддержать граждан напрямую без программ или в виде локальных проектов, как предлагал в послании народу президент? Как вы правильно говорите, при расчете получается 4 миллиона тенге на одно рабочее место. Я наоборот скажу, что это было наше жесткое требование. И сегодня все акимы и работодатели наоборот считают, что 3 миллиона тенге – это очень мало для создания одного рабочего места, пусть даже временного. Но мы это жесткое требование устанавливаем. Но почему программа Янбек не дает результаты? Во-первых, все это время краткосрочное обучение граждан проводилось без заявок потенциальных работодателей. То есть государство готовило специалистов без оглядки на рынок труда. Во-вторых, кредиты и государственные гранты развернули широкое поле для коррупции и мошеннических схем. Субсидии уходили в карман работодателей, которых создавали фиктивные рабочие места. В итоге сейчас народ предпочитает закидывать резюме в хедхантер, искать объявления в интернете или обзванивать знакомых. К государственной поддержке прибегают немногие. Вот и выходит, что в отчетах у нас меньше 5% безработных, а на деле миллионы казахстанцев сидят без работы. Почему министерство и рассматривая программы, они содействуют полному использованию сырьевых ресурсов, таких как шерсть, хлопок, кожевинное сырье, дерево и так далее, для того, чтобы обеспечить людей работой? Вы призываете трудиться, 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 но где? Но, конечно же, в целом, если говорить о развитии промышленности, скажем, по переработке сырья животноводческого, кожи, шерсти и так далее, это, наверное, больше вопрос к моим коллегам, которые отвечают за развитие промышленности. Поэтому я эти пожелания доведу. Но вы интересного образа дали, призываете к труду, где работать? Я с этим согласен. У нас сейчас проблема не в городах, а в селах, где работать? Мы сейчас даже по дорожной карте занятости вовлекаем, по программе «Инбег», да, получается, но у нас насилие не строится заводы. Как заметили депутаты, чтобы увеличить рабочие места, нужно просто не мешать, а помогать бизнесу, ведь именно он создает рабочие места, а не государство. Боржанший Ахмед Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42.